Меня представили? Да, спасибо большое. Всем еще раз добрый день. Очень рада вообще очень многонародных. Я очень стесняюсь, но расскажу о нашей компании. Пришли мы в QDS, вообще как бы подключились. Это было почти год назад. За данный промежуток времени было произведено очень много работы. И на сегодняшний момент, сразу скажу, мы очень довольны. И дальше это был как бы эксперимент. Дальше мы подключаем уже и остальные свои магазины. У нас есть магазинов зоотоваров, также вед в аптеке. Мы оптово-розничная компания. Ну, это как бы вот немножко о том, что мы собой представляем. Я являюсь коммерческим директором данной компании. Оптопродаж у меня около 20 лет. Всегда очень страшно, наверное, все знают, вводить что-то новое и азартно, и страшно. И всегда хочется понять, а что нас ждет впереди. Ну, и первые задачи, которые мы хотели бы для себя поставить, поэтому мы пробовали на одном из своих магазинов. Магазин на данный момент называется «Деназарик». «Деназарик» мы прошли реберей. Компания «Алмедиум» помогла нам легко перейти с одного названия на другой в программе «ЕДС». Спасибо им за это огромное. Итак, у нас были большие скидки. Первое, что мы хотели, мы хотели сократить данную скидку. Ну, наверное, как и любой предприниматель, да. Ну, и, естественно, нам хотелось стать лучше и реагировать на какую-то критику или пожелания своих клиентов очень быстро. На сегодняшний момент так, наверное, и произошло. Не так, наверное, да. Действительно так и произошло. Я расскажу, как, что, почему. Итак, на момент внедрения скидка в нашей компании в месячность составляла 14%. Я считаю, что на сегодняшний момент это очень большая скидка. И цель ее, наша была цель понизить данную скидку. Что, в принципе, на сегодняшний момент, то есть на март месяц мы видим, действительно скидка сократилась до 6%. С чем мы столкнулись вначале? Мы не понимали, каким образом вообще «ЕДС» поможет нам сократить скидку, если мы в тот же понедельник будем также давать 15% в бальной системе. Как же так, вот, может быть, вдруг это не поможет, да, и не понимали. Нам некому было на тот момент, да, то есть опыта на зообизнесе не было. Но звонили с других городов, мы связывались, нам объясняли, что это будет где-то в среднем, ну, то есть все рассказывали. Спасибо большое вообще компании, которая поддерживала нас в протяжении всей этой времени, да, и продолжает нас поддерживать. Итак, мы добились 6%, мы подняли средний чек, и я считаю, что за 10 месяцев это огромные результаты, при этом своих клиентов мы не потеряли, наоборот, мы приобрели новых клиентов, да, и самое главное я хочу рассказать, каким образом. Программа «ЕДС» позволяет видеть, какие магазины, то есть, да, существуют. Ну, допустим, я как пользователь пришла в какой-то ресторан и подключила, мне там рассказали о том, что есть такая программа замечательная, да, там вот получается там кэшбэк, то есть, и можете этим пользоваться. Ну, и я там вечером решила посмотреть, а что же вот этот ресторан мне подключил, что же там такое есть, да, сколько там баллов я уже получила, что я потратила там, что приобрела. Начинаю просматривать. И замечательно, я увидела, что помимо данного ресторана, там есть кафе, бары, магазины, канцтоваров, какого-то нижнего белья, есть компании, предлагающие разные услуги. Ну, и, например, у меня есть животное, да, и я решила, о, а здесь есть зоомбазин. И таким образом на сегодняшний момент к нам пришло около 368 клиентов, которые действительно пришли в наш магазин, не просто подключились, они пришли, да, и они также и совершили покупки. Ну, вот у нас есть также TableTent в магазине, да, то есть, который там стоит, то есть, там сканируют, там устанавливают данный программ. Ну, на первоначальном этапе, после перехода глубокой скидки 15%, перехода на данную программу, мы просто наняли сотрудника, мальчика, который стоял у кассы, ему говорили, что у вас есть такая программа, то есть клиенту, ну, либо да, или нет, если нет, то данный мальчик просто помогал, чтобы не задерживать очередь, помогал данную программу устанавливать клиенту, да, рассказывал о ее преимуществах и так далее и тому подобное. И, на самом деле, мы продержали этого мальчика 4 недели по одному дню, в самой большой проводимостью день мы выбирали, и на сегодняшний момент, в принципе, у нас отрицательных отзывов нет, потому что вот там капу становится тяжело, не тяжело, то есть вот это вот, да, то есть здесь все решили. На самом деле очень удобно то, что трафик идет не только о том, что там кто-то там с Рафаном Радиом рассказал, но трафик также идет и от других компаний. Мы устраивали многие акции, то есть сотрудничаем с другими компаниями, и трафик от них, от их покупателей, их клиента, они приходят, узнавая в их фирмах к нам. Также и от нас наши клиенты идут в другие фирмы. Это очень удобно, мы можем устраивать всевозможные акции и рассказывать друг о друге. Ну, что еще? Ну, главный показатель нам нужны были отзывы. Хорошие мы, плохие мы, что нам надо поменять и так далее. Как об этом узнать? То есть любой клиент, владелющий данной программы, может написать нам отзыв. То есть, ну, вот он вышел из магазина. Ну, зачем ему нужна жадная книга, в которой он может положительный отзыв оставить или отрицательный? Нет, он вышел, сел в машину, там или вечером на подушке лежа. Он может просто оставить отзыв. Понравилось, не понравилось? Вот на этом слайде мы как раз видим, то есть у нас есть положительные отзывы. Их на сегодняшний момент 653. У нас есть оценки на 4, да, есть на 3 и есть на 2. Все замечательно, отзывы положительные – это хорошо. Отзывы там на 4, ну, тоже хорошо. Ну, что-то не доделали. Что же делать, когда на 3 и 2? Ну, конечно же, на них надо сразу реагировать. А как это делать, когда в магазине, ну, допустим, есть старший продавец, там есть администратор, да, водитель фирмы, эта информация не всегда дойдет. Ну, прикроют своих продавцов, да, или там своих сотрудников для того, чтобы что-то сделать. Но и не всегда можно быстро реагировать на любую там претензию от клиента. Что дает нам UDS, нам дает моментальное реагирование. То есть мне на телефон приходит сообщение от клиента всплывающим окном, то есть, да, я посмотрела, ну, отлично, все хорошо, отзыв, ну, окей. Автоматом к нему пришла благодарность, замечательно. Но когда отзыв идет отрицательный, да, когда тебе пишут о том, что вот у нас был, да, то есть недоразумение, тебе тут же написали, я вижу номер телефона клиента, я вижу, как его зовут в программе, я перезваниваю данным клиентам или пишу ему сообщение, то есть выясняю, в чем причина. Я могу моментально, у нас, например, было недоразумение, девочек не было одеты в бэджики. Ну, вот тут не было их. Вот, в течение часа привезли в магазин в бэджики, девочки одели, вовс решен, клиенту отчитались, сказали, что все решено, клиент доволен, он нам ставит отзыв в себя. То есть, ну, таким вопросом решается очень много, на самом деле, проблем, когда вот именно напрямую идет связь клиент и руководитель. Я считаю, что это очень удобно. Ну, и результаты за 10 месяцев мы, конечно же, видим с вами, с вами торговые люди, да, то есть продажники, мы с вами там, там, услуги или еще что-то. Мы хотим зарабатывать на рынке. Естественно, мы должны обратиться к цифрам. Итак, на сегодняшний момент произошло огромное сокращение скидки до 6%. Ура, мы выполнили свою задачу. Клиентская база на сегодняшний момент, вот хочу вернуться к ней, клиентская база 4,250. Мы всегда можем обратиться к данной программе, какие клиенты активны. На момент, когда у нас были скидочные карты, отследить возможности не было. Во-первых, ну, они заполняют там анкеты, да, то есть замечательно, все хорошо. Операторы иногда теряют анкеты, в магазине теряются анкеты, то есть уже данных нет. Люди теряют карту, и, например, на одного клиента может существовать, ну, до 10 карт, может, и больше карт, да, и вот он там в одном у него кармане, там в другом у него кармане, и он вообще такой замечательный, а мы думаем, как здорово, у нас там 5 тысяч клиентов, нет, ничего подобного, у вас всего лишь 2 тысячи, да, а остальное у нас карты потеряны. Ну, естественно, на карты мы тратим также огромное количество денег, да, для того, чтобы их произвести, для того, чтобы они работали, завести клиентскую базу и так далее. Здесь все происходит совершенно автоматически, и я считаю, что это здорово. На сегодняшний момент за 10 месяцев у нас 4,6 человек зарегистрированы в базе. Я считаю, что это круто. Вот. Дальше. У нас есть рекомендации, то есть, да, клиентов получают свой бонус от рекомендаций, да, то есть от 2 до 5 уровня рекомендаций. Замечательно. Они тоже гордятся тем, что они являются нашими клиентами, как и мы гордимся ими. Ну, и еще раз вернусь, да, 368 клиентов, которые по источнику трафика UDS пришли к нам. Но я считаю, что сарафанное радио замечательно. Это хорошо, то, что там увидели где-то рекламу, в которой бешеные деньги тратятся, это тоже здорово. Но когда люди пришли просто потому, что они полежали на диване, посмотрели, ага, вот они вот тут вот так, тут вот так, да, то есть, ага, вот здесь вот, то есть адрес, вы видите адрес, контакты, то есть вы можете позвонить в магазин, можете сразу сделать заказ в магазине. Вообще это очень круто. Ну, и, конечно же, прямая экономическая выгода, это никто не отменял. Один вложенный в рубль в систему лояльности UDS принес нам полтора рубля, с учетом того, что баллы списываются от клиента. связь пропадает. Ничего не могу сделать, честно, друзья, вот вообще отключили весь Wi-Fi, мы во всей фирме заставили, но, к сожалению, пока так. Итак, что же мы делаем, что же мы вообще произвели? Ну, первое, что мы сделали, мы дарим, при подключении клиента, мы дарим 50 баллов. У нас есть система лояльности клиентов, то есть скидка. То есть скидка там от 2%, который он получает бонусов, и там он углубляется до 15%. Есть определенные идеи, в которые они могут прийти, потратить свои накопленные баллы, где один балл равен 1 рублю фешбэка, то есть накопленные средства они могут потратить до 30% в определенный день там, и постоянно они могут 20%. Но это вообще круто, на самом деле. Вот человек взял, там зарегистрировался, у него есть 50 баллов, он приходит в магазин, там берет корм, там, допустим, за 100 рублей, там, пауч какой-нибудь для кошечки своей любимой. Он такой говорит, приходит на кассу, говорит, ну вот у меня есть баллы, можно я спешу? И ему там 20 баллов, и он уже этот корм покупает за 80. Ну это же круто, правда? И при этом мы с вами оставляем вот эту скидку, которую раньше они носили, была тоже скидка, да, 15%. И вот они эти 15%, они же относили это все на другой магазин. То есть другой магазин, на другую услугу и так далее. А сейчас это все остается у нас. Вообще просто круто, на самом деле клиент возвращается к нам, клиент тратит накопленные средства. И сначала, конечно, клиенты не понимали там, а как так вот, а вот. И наши продавцы, это большая-большая работа была с каждым клиентом произведена, она сейчас ведется. И спасибо большое нашим продавцам, которые объясняют, помогают нашим клиентам понять систему. И клиент остается очень доволен. Ну и огромная, конечно же, благодарность компании Life Media, которая поддерживала нас во всем, с момента внедрения, которая помогала нам во всем, во всем, которая до сих пор нам во всем помогает. Огромное большое спасибо о твоей команде. Ну, наверное, на этом я расскажу. Скажу все. Игорь. Спасибо большое, Оксана. И благодарность, конечно же, Игорю за такое классное внедрение. Выключаю запись. Оксан, спасибо за то, что вы согласились и приняли участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова